В общем, наша вот эта вот кампания, что называется, обсуждение вселенских тем, и в частности, что такое хорошо и что такое плохо в отношении музыки, и почему так много того сейчас, что, по нашему общему мнению, не должно быть в эфире, в любом эфире. С одной стороны, не будучи, конечно, занудыми, а уж тем более будучи творческими людьми, такими со свободными взглядами по жизни, мы все, конечно, понимаем, что все проявления человеческой натуры, а уж тем более творческой, они, конечно, не должны иметь границ. То есть человек может проявляться, как он хочет. Но, тем не менее, все-таки, наверное, очень важно иметь какие-то вот те направляющие, которые могут подсказать в первую очередь молодому поколению, да и не молодому, любому вообще человеку, который хочет как-то проявляться, вот чтобы были вот те вот какие-то константы, от которых и нужно исходить. И другой вопрос, кто определяет эти направляющие, да? Скажем, почему вот в музыке мы сегодня видим очень многое то, что у нас вызывает вопрос, как это вообще может быть, и музыка ли это, и почему? Это, знаете, у меня, я делал один радиопроект, и вот там как раз я поднимал вот эти вот вопросы, что такое хорошая музыка и что такое музыка плохая. И вот там я привел один пример, который меня лично вот, ну, просто он шатнул, говоря современным языком, да, это когда несколько лет назад стали появляться новые звезды, так скажем, в стиле рэп в России в частности, и один из таких исполнителей по имени Фараон вдруг мелькнул мне, в Ютубе мелькнуло какое-то его видео, где было 75 миллионов просмотров. Я, естественно, заинтересовался, думаю, ну, что же там такое, что 75 миллионов посмотрели, лайков было, я сейчас точно не помню, ну, то есть много миллионов лайков при этом, то есть много миллионов человек, кто это увидел, это им еще и понравилось. И мне стало интересно, ну, что там, я, естественно, включил и посмотрел, и я увидел и услышал, ну, абсолютный шлак вообще какой-то. И вот для меня вот это прям вот был вопрос вопросом, который остается, в принципе, то есть он, с одной стороны, понятен мне, почему, но с другой стороны, все-таки у меня вот это внутри какой-то протест против вот этого всего, потому что как понять вообще, почему нравится музыка, вот в частности, да, мелодия, музыка, песня. То есть там должно быть что-то, это в частности мелодия, аранжировка, исполнение, а уж тем более это, если еще и видеоклип, то там должна быть какая-то, ну, красивая, интересная картинка, какой-то сюжет. То есть есть вот эти составляющие, которые и делают продукт интересным, или тем, который может понравиться или не понравиться. Вот там я увидел и услышал все то, что мне категорически не понравилось. Но в то же время есть 75 миллионов человек, которые это увидели, которые с интересом это посмотрели, и много миллионов, которым это однозначно понравилось. Как, почему это происходит? Почему какие-то дурацкие песни сегодня становятся мегапопулярными? А почему у группы Pink Floyd, например, в том же Ютубе какой-нибудь их концерт, и там, ну, 5 миллионов просмотров, 7,5 миллионов просмотров, то есть в 10 раз меньше. Это же несопоставимые вещи. Ну и вот на эту тему как раз мы стали в нашей вот этой компании пытаться рассуждать, бросаться своими мнениями. И в итоге мы пришли, конечно, к тому, что важно, ну, наверное, вот то слово цензура, против которого сегодня очень многие говорят, да, и которые выступают против которого, мы все-таки пришли к тому, что цензура важна и нужна. Цензура в том понятии, чтобы определять, чему быть, а чему нет, в какой-то мере она должна присутствовать. Это же вот мое личное мнение. Я считаю, что вообще в воспитании общества, да, а общество надо воспитывать, я в этом тоже абсолютно уверен, там те же процессы, которые происходят в воспитании жизни любой семьи, обычной семьи. То есть мы, как взрослые люди, да, когда у нас появляются дети, для нас же важно их научить чему-то хорошему, чему-то важному. И мы, в силу, конечно, своего развития, мы составляем вот эту всю атмосферу, в которой и пытаемся вырастить этого ребенка и что-то ему дать. И, соответственно, вот у меня, например, в семье, ну, абсолютно неприемлемо, там, нецензурная брань. Ну, как, собственно, и в любой, я считаю, нормальной семье, да, особенно при детях. И не только это. Поэтому вот в атмосфере какой-то вот этой цензуры, да, внутренней, и, наверное, должно происходить, должен происходить вот этот процесс, где какие-то вещи приемлемы, они могут быть, а какие-то вообще абсолютно должны быть исключены. Безусловно, потом дети и все, соответственно, общество, оно все это узнает, и все плохие стороны, и негативные, и все это прилетит в итоге к человеку. Я извиняюсь, вот вы говорите, нужно заниматься воспитанием. А почему вы не занимаетесь им? Почему вы не открываетесь своей подкастой? Почему не идете на YouTube-канал? Почему нет того же Нурбергена Мохаммеда, которым я восхищаюсь так же, как и вами? Почему? Что случилось с вами, с поколением тех журналистов, которые были на волне перестройки тогда вот того времени? Мы бы многому научились у вас. Ну, могу вам сказать, что, во-первых, все мы готовы к тому, чтобы что-то делать, и некоторые из нас что-то делают, но, к сожалению, я вот могу вам сказать про свой опыт, как минимум два раза меня приглашали на две радиостанции делать какие-либо проекты. На одном проекте, когда мы пришли и делали пилотный выпуск, им занималась молодая продюсер, которая, собственно, и решала вообще, как это должно быть, и что там должно быть в этом проекте. И когда мы делали этот пилотный выпуск, в итоге она сказала, вы знаете, это все выглядит нудно, это будет неинтересно нашей молодой публике. Сейчас вообще другие времена, и вот эти ваши рассуждения и попытки покопаться вот в каких-то вот таких вещах, это вообще не для нашего формата. Нам нужно шоу. Можете это имя произнести, или вы считаете, что это не совсем корректно? Нет, я бы мог, но я уже забыл. Это человек, с которым мы там увиделись два-три раза, мы виделись, и это я не запомню. Ну, такие люди, они не залетают. Да, да. Поэтому, ну вот на одном радио так произошло. На другом радио я пришел, мне пригласили, тоже сказали, принеси нам, мы знаем, у тебя есть проекты разные интересные, принеси, мы посмотрим. Я принес разные проекты, в том числе один вот как раз тот, где, о котором я говорил, то есть, ну, где мне было интересно разобраться, что такое хорошая и плохая музыка. Опять же, руководство, то есть, программный директор, с которым мы разговаривали, он сказал, что да, это интересно, это прикольно, но это, наверное, да, будет в формате какого-нибудь вечернего или ночного шоу, не в прайм-тайм однозначно. Я сказал, ну окей, не проблема, мне, в принципе, все равно, когда это делать. Я найду свою публику и аудиторию, как это у меня получалось всегда. Но потом он пошел, программный директор пошел и показал эти проекты своему руководству. Руководство сказали однозначно, это вообще нам не нужно, вся эта говорильня, все эти вещи, это сейчас никто не слушает, рейтинги говорят об обратном, то есть нужно совсем другое. Нам нужны вот эти утренние шоу, нам нужны вечерние шоу, где будет все с перчинкой, где можно материться, где вот это люди слушают, это людям интересно, на это люди реагируют. Вот это вот все, это уже прошлый век, это уже не для современной публики. И доказывать было сложно что-либо, собственно, я и не стал это делать, я развернулся и ушел. Андрей, ну, помните, я вас попросила о том, чтобы вы посмотрели передачу «За Мандаст», там, где принимают... Да. Это Марат Оралгазин и Ирки Булан Морзапек. Скажите, пожалуйста, вы посмотрели передачу, вы что для себя, что-то почерпнули из этой передачи? Почерпнуть, может быть, я не столько почерпнул, сколько я могу сказать, я порадовался, что молодое поколение, вот эти вот ребята, и Канат, по-моему, да, ведущий этого подкаста, это как раз ребята, которые пытаются как раз и поднять вот эти вот все вопросы, они об этом говорят. И мне было очень приятно и интересно слушать и смотреть их в первую очередь, потому что это интересные с интеллектуальной точки зрения ребята. Это несмотря на то, что они молодые, хотя гости уже, прямо скажем, принадлежат поколению не самых молодых, может быть, но тем не менее это ребята, которые знают, о чем говорят. Ребята, которые, в принципе, знают достаточно много, то есть это наполненные люди, которых интересно слушать со своим мнением, с интересным мнением. Какие-то вопросы были более интересные, какие-то, может быть, менее интересные, но то, что это как раз молодые люди, которые пытаются в чем-то разобраться, это уже интересно. Андрей, ребята делают хорошую штуку. А вы вообще смотрите какие-то подкасты? Какие у вас самые любимые подкасты? Есть у вас такие вот? Ну, вы знаете, время от времени, когда я не загружен какими-то своими делами, конечно, я валяюсь на диване, смотрю YouTube, какие-то подкасты, ну, в большей степени, может быть, я смотрю и слушаю людей, относящихся там к моему, скажем, профилю, кто говорит о творчестве, причем не только о музыкальном, мне интересно очень многое. Недавно, например, я посмотрел подкаст, где очень интересный искусствовед рассказывал о творчестве Малевича, художника. Я, наконец-то, для себя немножко понял, что такое черный квадрат, в чем его смысл и загадка. передача на эту тему. Ну, да, может быть, может быть. Он окунул в целый пласт истории, именно развития всего того, что происходило в художественном мире вот того времени, и рассказал, почему появился этот черный квадрат и в чем его вообще смысловая, скажем так, нагрузка. Вот. Было очень интересно, то есть... Андрей, а вы любите смотреть КВН, вы любите смотреть сейчас очень модно вот эти вот шоу, стендап? Вы знаете, стендаперы, я смотрю, конечно, да, но может быть не настолько внимательны и часто, потому что вот особенно, скажем, последний год, может быть, два даже, на мой взгляд, это стало менее интересным, потому что там практически все ребята прошли по пути вот этого вот перченого шоу-биза такого, знаете, когда смысловые нагрузки отодвигаются в сторону и больше каких-то таких эффектов, и это и в стендаперов, это и в КВН, и КВН, как уже набитая такая намозоленная фраза, КВН уже не тот, и это явно видно, и поэтому КВН, например, для меня уже ну, я не знаю, ну, пару лет как минимум, а то и больше, наверное, уже даже уже менее интересен, а когда-то раньше я не пропускал ни одного КВН, особенно высшую лигу, ну, а все вот эти юмористические шоу в основном, скажем так, мне это мало интересно, потому что это как-то мало профессионально, это во многих случаях не смешно, опять же, буквально на днях мне вывалилось видео один из концертов Жванецкого, и я посмотрел не полностью его, но часть, это не первый концерт, который я его смотрел, и в очередной раз я посмотрел, послушал, и понял, вот что такое стендап, вот что такое юмор и сатира, но это, видите, это же тоже, опять же, с позиции, я сейчас не то, что хочу о себе сказать, но в целом тот же Жванецкий, это же юмор для людей, которые хотят и умеют думать, и чей склад ума и интеллекта все-таки позволяет понять то, о чем он говорит, это вот я как человек эфира всегда руководствовался тем, создавая какие-то свои проекты для радио, для телевизиона, для меня всегда было важно, что я даю в этих проектах, что услышит и увидит человек, который будет меня смотреть, будет ли ему интересна сама тема, и вот что касается Замандас, это как раз вот один из тех проектов, где ребята причем достаточно легко и свободно, но пытаются поднять прям настоящие интересные серьезные какие-то и вопросы, и темы, им это удается отчасти, со временем я думаю это будет у них получаться еще лучше, и очень классно, что такой проект есть вообще, и их кстати и в казахстанском ютубе и вообще в медиапространстве все больше и больше. Андрей, а вот вы обратили внимание, что они стали когда говорить о том, чем они занимаются в целом, значит, они сами обратили внимание, что, наверное, надо переходить на более серьезный материал, надо прекращать вот это хихихаха, как они говорят, и, наверное, вот как раз было бы очень кстати вот ваши подкасты, которые бы дополнили, существенно дополнили информацию, которая сейчас есть в интернет-пространстве, и вот это дополнение, оно бы вот дало бы полную картину и дало бы возможность поразмыслить, проанализировать все то, что происходит сейчас и все те, может быть, изменения, которые сейчас есть в культуре, музыке, в целом, в обществе. Как вы вот относитесь к этому? Это их реплика о том, что необходимо, наверное, переходить к более серьезному материалу. то, наверное, то, что вы как раз несли в конце 80-х, начало 90-х годов. Ну, во-первых, надо сказать однозначно, что ребята хорошо понимают жанровость того, что они делают. То есть есть жанр, которым они занимались вот в КВН, в частности, с чего они начинали. Это жанр, который подразумевает больше, конечно, вот это хихиха-ха, форму вот этого такого театрального капустника. Ну, это КВН, там так и должно быть. Там должно быть однозначно смешно, а лучше очень смешно. И там, наверное, не должно быть вот этого перегруза какого-то по там какой-то серьезной тематике. Ребята выросли, это и понятно. И, естественно, после того, что они делали, им, естественно, теперь хочется делать что-то другое. Что-то другое, что на другом уровне и смысловом, и техническом, и художественном. Но они же сами и говорят, что на самом деле это же все связано, то есть они хотят, у них есть желание, но это связано же и с техническими возможностями, и с бюджетными возможностями. надеюсь, у них это все получится со временем и они найдут те возможности, которые им позволят делать что-то такое. Но тут вот мы с вами подняли эту тему несколько ранее, не знаю, получилось ее записать или нет, останется она в истории или нет, но это вот к разговору как раз еще и о том, что нести вообще. Знаете, у меня одна подруга, которая тоже работала на радио, когда мы с ней обсуждали один проект тоже для Ютуба, она сказала, знаешь, в эфир надо выходить вот тогда и делать что-то такое, когда не делать, ты этого вот просто уже не можешь. И, соответственно, говорить людям то, что ты хочешь сказать, это нужно делать именно тогда, когда не сказать ты уже это не можешь. вот тогда это получается, тогда включаются все эмоции, тогда включается вот эта вот настоящая жизнь и тогда подкаст или любой другой проект, тогда он живой. Вот за Мандас как раз ребята по-живому рассуждали, хотя видно было в некоторые моменты, что они немножко там где-то сдерживают себя, может быть, они могли бы рассказать более острыми словами какие-то вещи, о которых они говорили, но они не стали этого делать. Может быть, в других проектах они будут делать это именно так, посмотрим. Андрей, вы знаете, мне кажется, позвольте мне не согласиться с вашим режиссером или редактором, вы сказали. Мне кажется, YouTube сейчас предназначен для всех. Я готова с вами сотрудничать на любую из тем. А вот сегодня надо сказать нашему зрителю, что мы готовились специально по тематике, у нас тематика Александр Серов. Но я очень довольна, очень и хотела бы вас поблагодарить за то, что вы немножечко повернули разговор в сторону того, какой должен быть сейчас материал. Необходимо к материалу готовиться более серьезно. Надо прекращать эти какие-то значит, как вот ребята сказали, хи-хи-ха-ха, и надо прекращать нецензурную речь, в бескультуре, да, в интернет-пространстве. Мы все отвечаем, мы каждый ответственник за свое слово. Вот я вот хотела бы все-таки вернуть вас к теме об Александре Серове, потому что я знаю, что я говорю, что мои зрители не простят, если я все-таки не задам вам те вопросы, которые подготовила по Александру Серову. Я тоже извиняюсь, у меня технически тоже здесь периодически выключается свет, почему, я не знаю. Видимо, здесь автоматический свет какой-то вот есть. Вы готовы сейчас немножечко к Александру Серову повернуться и немножечко рассказать вот свое мнение по моим вопросам, которые я подготовила заранее? Я готов на любые темы, и Александр Серов одна из них. Давайте. Вообще, к Александру Серову вы как относитесь? Вы любите его творчество? Я, конечно, не фанат Александра Серова, но я очень его уважаю и однозначно могу вам сказать свое мнение, что это один из самых ярких артистов своего периода, которых мы видели, и однозначно это человек и имя, которое останется в памяти уж точно у нескольких поколений, может быть, только вот самые молодые уже не знают, кто такой Александр Серов, а то, что это человек, который ярко появился, достаточно ярко пробыл даже не один десяток лет, как хороший вокалист, как артист, исполняющий хорошие песни, это так, безусловно. Вот вы знаете, когда у Александра Серова спросили о его отношении к Димашу, он сказал следующее, что в общем-то Димаш является номер один на российской эстраде, и его голос он просто неповторим, его голос однозначно он очень такой необычный голос, и вот он говорит о том, что Игорь крутой, скорее всего, в Димаш увидел вот эту уникальность его голоса, и, наверное, поэтому он некоторые песни написал специально для Димаша. И вот здесь я посмотрела в этом контексте, я увидела, посмотрела передачу, Игорь крутой отзывался об Александре Серове. Он говорил, что когда я узнал об Александре Серове, я никогда бы не подумал, что человек, ну, у него мужественный, у него лицо такое, вот, тоже мужественное, и фигура, но все же голос у него был настолько сильным, что он не соответствовал, он был, голос был сильнее, чем его, ну, так скажем, физиология. Я вот хотела бы вам задать вопрос, как вы думаете, что означают эти слова, почему Игорь крутой, именно вот, творчество состоялось именно с ним. Буду с вами откровенен, Игорь крутой, еще раз я подчеркиваю, ставлю три восхитительных знака, это мое сугубо личное мнение, с ним можно однозначно не соглашаться, но я считаю, что Игорь крутой, это, знаете, такой больше, он, безусловно, талантливый человек, он талантливый музыкант, это, да, но я его считаю больше, знаете, таким предпринимателем от музыки, больше, чем каким-то выдающимся композитором, тем более, немножко зная и понимая, как он писал песни, как он написал те же самые хиты, иногда, в которых прям явно прослушиваются заимствованные, скажем так, мелодии, ходы, гармонии, иногда где-то вчистую взятые у других уже существующих музыкантов, композиторов, иногда просто то, что называется слизанные, то есть, ну вот, я считаю его человеком таким, знаете, больше, может быть, прикладником, который работал вот меньше для творчества, больше для бизнеса и работает, хотя я не, скажем так, я не отвергаю его какой-то невероятный талант, о котором мы, может быть, не знаем, может быть, где-то у него там в столе или в студии уже записанный, но не обнародованные, скажем так, есть невероятные какие-то серьезные, какие-то классические крупные формы произведения, которые прям можно отнести к серьезной музыке, они, может быть, и есть, но что касается эстрады, с другой стороны, конечно, эстрада это и не тот же жанр, где вот надо показать, может быть, какую-то всю вот эту вот академию, да, но что касается Александра Серова, это почему Игорь Крутой работал с ним, я немножко тоже раньше слышал и от него, это и от других тех, кто был рядом с ним, то есть он просто увидел оригинального на тот момент интересного певца с интересным вокалом, очень похожим на Тома Джонса, и он поэтому за него зацепился и некоторое время работал с ним, причем насколько я знаю Александр Серов не всегда очень лестно отзывался об этом сотрудничестве в том числе там по ряду причин. Что касается Димаша, ну мне кажется Игорь Крутой будучи бизнесменом, он в первую очередь увидел по-моему такой хороший вариант для очередного бизнес-проекта и имея свои возможности имея уже свое имя он воспользовался этим и надо сказать достаточно удачно хотя на мой взгляд он не написал пока во всяком случае для того же Димаша он не написал ту самую песню которая прям вот стала не то что даже визитной карточкой которая бы очень ярко прозвучала так в исполнении Димаша то есть от сотрудничества скажем так Димаша с Крутым ну я ожидаю во всяком случае пока еще ожидаю чего-то наверное большего вот недавно Димаш великолепно спел с Пласида Доминго легендой итальянской мировой оперы ну увиденное конечно вселило в нас в Дирс такую вот надежду и радость о том что великая Италия подарит нашему любимцу так скажем молодому певцу Димашу Кутайбергену свои мелодии хиты песни I never been in Budapest при Budapest Что можете сказать состоится будет ли новая какая-то новая репертуар у Димаша будут ли какие-то новые песни итальянские новые песни ну наверное будут наверное будут но знаете я хотел бы тут сказать что Димаш это уже наверное такое мировое явление его нельзя сейчас уже привязывать к какой-то определенной стране его нельзя привязывать к какому-то одному композитору как там тот же крутой да потому что Димаш это прямо вот ну то очень яркое вообще явление вокальной музыки мировой музыки и однозначно для него ну на месте продюсера его который занимается им я бы поступил как в свое время продюсеры Майкла Джексона другой вопрос что у Майкла Джексона тогда уже были для этого все возможности в первую очередь финансовые когда для Майкла Джексона сыграли самых лучших музыкантов самых лучших композиторов в мире то есть на него тогда были брошены самые крутые вообще творческие силы всего мира с Димашем мне кажется должно произойти сейчас то же самое Димаш это тот феномен скажем я не побоюсь этого даже большого слова которым должны заниматься прямо вот самые великие потому что имея тот потенциал который есть у Димаша это очень большой большие очень возможности большие возможности объять может только ну очень талантливый человек и в частности композитор хотя знаете мы знаем же кучу примеров когда самые известные песни в мире как та же самая бессама мучо которая по сей день поражает ума уши и сердца всех кто слышит эту песню мы знаем что ее сочинил человек вообще не имеющий к музыке ну вот такого большого отношения вот я хотела бы задать вопрос как раз относительно того что нужны новые композиторы Димаша вот весь мир почти все иностранцы иностранные поклонники Димаша за душевность любовью поют его отличные народные песни но этого недостаточно очень очень мало этих песен вот нужен такой композитор такой великий композитор ну или невеликий композитор который бы мог значит наконец-то пополнить репертуар Димаша вот как вы думаете какие зарубежные композиторы могли бы верно сотрудничать с Димаш на ваш взгляд все-таки вы же все-таки человек который имеет прямое отношение к музыке мировой музыки ну я навряд ли вам сейчас назову даже какое-нибудь одно имя потому что музыка это же ну такая абстрактная с одной стороны вещь да уж тем более вдохновение которое приходит для того чтобы сочинить что-нибудь или написать какую-то песню это вдохновение может прийти кому угодно и в том числе невеликому абсолютно композитору как мы вот уже с вами говорили да мы знаем кучу примеров когда прям великие песни были написаны людьми иногда даже вообще мало имеющих отношение к музыке имеющим но тут наверное это уже вопрос именно про продюсера продюсинга вообще тех людей кто занимается Димашем вот с профессиональной точки зрения все-таки наверное это вот должен быть человек который во-первых хорошо знает и потенциал Димаша и хорошо разбирается в музыке и самое главное которое достаточно активно может и имеет доступ к вот этому большому композиторскому так мировому сообществу хотя для меня сейчас это несколько странно что у Димаша пока еще не появился какой-то вот такой мировой хит потому что уже будучи такой звездой в мировом масштабе мне кажется у него должно быть очень много предложений вот разных композиторов в том числе и больших композиторов которые наверное присылают ему что-то и я конечно не знаю как там происходит весь этот процесс но если бы я был продюсером Димаша скажем так то я бы сейчас кинул конечно все силы и средства на то чтобы найти вот этих вот композиторов которые смогут ему написать что-то такое прям вот то что раскроет Димаша по-настоящему на сегодняшний день все-таки те произведения песни которые мы знаем в исполнении Димаша которые его открыли этому миру да это же в основном какие-то уже классические произведения это какие-то песни уже существующие очень хочется конечно да вот очень хочется чтобы у Димаша появился свой собственный какой-то вот этот репертуар пусть там будет немного пусть будет две да пусть хотя бы одна появится такая песня которая станет его прям вот самой яркой визитной карточкой но для этого нужно много работать для этого нужно прямо вот перелопатить что называется ни одну тонну музыки ни одну тонну тех предложений которые у него есть и которые могут появиться и тут наверное еще и очень большое значение имеет вкус и подготовленность тех кто будет заниматься репертуаром для Димаша это наверное ключевой вот такой вот момент ну а вообще найти свою песню это очень сложно это найти своего композитора как в свою очередь Муслим Агамаев нашел Арно Бабаджаняна или Арно точнее там вот история же такая что Муслим Агамаева вообще познакомила с Арно Бабаджаняном его жена то есть жена Арно Бабаджаняна которая кстати через некоторое время оставив все свои дела и стала заниматься именно как продюсер как его директор и вот она его познакомила с Муслимом Агамаевым и потом благодаря чему и появился вот этот вот дуэт а потом впоследствии этот триумвират скажем так рождественский Арно Бабаджаняна и Муслим Агамаев тут очень многое должно совпасть и я очень хочу очень надеюсь что у Димаша так произойдет и появится тот самый композитор который напишет ему что-нибудь такое где Димаш сможет показать во-первых все свои вокальные возможности а самое главное спеть эту песню так что она упадет в душе всех кто это услышит на очень долго если не навсегда ну дай Бог как говорится дай Бог пусть это сбудется да и пусть это будет кто угодно даже я еще раз повторюсь даже если это будет не великий какой-нибудь известный композитор а просто какой-нибудь человек если еще и он окажется казахстанцем это будет еще конечно лучше это будет вообще замечательно да это было бы да 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 даже Димаш оригинальный такой песню с которой он потом уже жил шел по жизни как говорится с этой песней попробуйте англ ну во всяком случае если у меня что-нибудь такое появится я обязательно ему вышлю если на мой взгляд это будет примерно хотя бы то я ему обязательно вышлю свой вариант но знаете я еще раз хочу сказать что Димаш это очень большое явление вокальной музыки с огромным потенциалом и что делает еще сложнее вот именно вот этот процесс написания именно для него вот этой самой песни потому что я еще раз вот повторяю что наверное все-таки непрофессиональный композитор вот в случае с Димашем навряд ли справится потому что имея эти возможности имея Димаша как грубо скажу как инструмент вот этот вот великолепный инструмент для того чтобы его раскрыть и полностью показать нужно очень хорошо знать музыку нужно иметь прямо какой-то очень большой талант чтобы именно для него придумать что-то такое вообще что тронет абсолютно всех хотя это опять же повторюсь может быть абсолютно простая мелодия все же гениальное просто и поэтому это может быть совершенно неожиданно может быть прямо сейчас это и происходит Андрей вы знаете я хотела бы вас поблагодарить от лица всех дирсов от лица слушателей моего канала подписчиков и просто телезрителей моего канала за то что приняли приглашение и участвуют сейчас в моем интервью и вот вы знаете Андрей я хотела бы ну чтобы как бы вот так сказать вам напрямую я приглашаю вас на мой канал я приглашаю вас мы будем рассматривать различных интересных людей ивцов композиторов и просто личностей интересных личностей давайте попробуем начать допустим с моего канала я думаю что это будет очень содержательно давайте будем формировать нового зрителя интеллектуального образованного умного ну и просто с хорошим музыкальным вкусом хорошо я с удовольствием сделаю все что смогу и поучаствую мне это все очень интересно тоже тем более что да для меня это тоже достаточно важно я считаю рассказать и поделиться всем тем что я знаю о чем я думаю это не просто интересно я тоже считаю что если человек обладает какими-то интересными знаниями он обязан этим делиться он должен это все выносить и для того в первую очередь чтобы как раз те люди кто еще что-то не знает кто может еще что-то узнать побольше и поинтереснее чтобы до них это все доходило поэтому я с удовольствием буду делиться всем чем знаю чем могу было очень интересно с вами побеседовать и я уверен что мы бы могли с вами еще наверное несколько часов проговорить потому что тем очень много и про музыку и не про музыку так что давайте продолжать я вот вы знаете сегодня беседа была просто на таком прекрасном замечательном уровне мне было так легко с вами беседовать вы прекрасный собеседник вот спасибо за это и может быть если у вас не получится прийти ко мне просто выходите пожалуйста с подкастовым каналом на ютуб мы вас сейчас да я сейчас над этим работаю мы вас нуждаемся мы нуждаемся в вашей информации пожалуйста выходите на ютуб очень вас просим от лица всех моих телезрителей хорошо спасибо договорились все но тогда мы попрощаемся с вами может быть вы что-то пожелаете нашему каналу может быть пожелаете что-то Димашу ну что можно пожелать человеку у которого уже все есть как это знаете говорится ну все что значит все у него есть все для того чтобы оставить большой и яркий след в музыкальной истории скажем так я не побоюсь этого слова человечества это на самом деле очень яркий человек который должен ну собственно он уже сделал много и я думаю что он еще сделает достаточно много для того чтобы этот след остался надолго и я ему желаю самое главное быть здоровым человеком следить за собой это очень важно потому что имея уже такое значение а он имеет очень большое уже значение для развития культуры общечеловеческой культуры очень важно следить за собой очень важно быть в форме тем более что то чем он занимается отнимает очень много сил я это знаю пусть он будет здоровым пусть он будет счастливым пусть у него будет много ярких очень позитивных эмоций которые будут ему позволять дарить нам вот ту на самом деле радость и удовольствие и у него это хорошо получается ну а вашему каналу я хочу самое главное приобрести в ближайшее время ну хотя бы пару миллионов подписчиков как здорово да если я вам в этом смогу помочь я буду очень рад так что вам всего хорошего и того же самого и вам же и самое главное вы теперь уже назовите вы вы не делаете то что делают все и в самом начале и в середине или потом как называется ваш канал вы не рекламируете себя вам нужно же продвигаться как называется ваш канал в первую очередь для всех кто нас сейчас смотрит мой канал называется Димаш Сан-Франциско я в самом начале об этом сказала а вы хотите сказать чтобы я как все ютюбы призвала всех подписываться на мой канал дорогие друзья ставить свои лайки да да продвигают мое видео на ютюбе и кстати я хотела бы попросить моих зрителей пожалуйста пишите комментарии вот я хотела бы вот попросить вас зрителей пожалуйста поддержите наш канал лайками чтобы наше видео продвигалось в ютюбе спасибо что вы напомнили о том чтобы на самом деле подписывались на наш канал наши телезрители и пожелать вам тоже всего самого наилучшего я надеюсь на наше будущее сотрудничество с вами я думаю что это только начало мы еще будем с вами в геометрической прогрессии работать и работать потому что я вижу в вас такой потенциал вот иногда люди моего возраста мы с вами ровесники они говорят ой вы что да я же уже старенький или я уже старенькая вы знаете что у нас все только начинается потому что нам надо сейчас новое поколение дополнять какой-то новой информации чтобы новое поколение росло уже в каком-то новом формате я так считаю у меня растет сын который ровесником является Димаша у вас растет дочь она тоже практически ровесница Димаша ну это наверное наша ответственность наша забота в отношении к молодому поколению я с вами согласен да абсолютно давайте будем придумывать что-нибудь то что привлечет их интерес чтобы быть для них актуальными да это наверное очень важно и очень сложно могу вам сказать так что давайте да давайте сделаем что-нибудь вместе я думаю у нас получится ну и я еще раз хочу тогда поблагодарить и вас и всех зрителей кто смотрел наш этот выпуск я тоже буду очень с большим нетерпением ждать какие-то комментарии пусть они будут не всегда лестные пусть будут выражайте все свои мнения если вам что-то даже не понравилось скажите нам об этом чтобы мы знали обязательно знаете как они как мои телезрители выражают свое мнение вы еще будете держаться за стул когда вы увидите комментарий особенно в отношении Игоря Крутого так что готовьтесь сейчас будут такие ничего за всю свою медиа деятельность я привык к абсолютно разным мнениям диаметрально противоположным и даже к разным их проявлениям так что ничего страшного я готов абсолютно ко всему да мы будем писать ответы обязательно под вашими комментариями ну все до свидания спасибо спасибо до следующей нашей я думаю скорой встречи до свидания счастливо еще раз до свидания пока до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...